Здравствуйте! В эфире новости на пятом канале в студии Екатерина Коптева. В самом начале коротко о главных темах выпуска. Хотели обойтись облицовочным кирпичом. В поселке Агадырь рухнуло строящееся здание детского спортзала и столовой. Вне зоны действия жители поселка Доленко остались без связи с внешним миром. Новые расценки на услуги. С 1 июля работу ЗАГСов будет выполнять ЦОН. Крестный ход. Православные Казахстана отметили 25-летие со дня обретения мощей Севастьяна Карагандинского, одного из последних оптинских старцев. Хотели обойтись облицовочным кирпичом. В поселке Агадырь Карагандинской области на территории школы имени Ермекова от ветра рухнуло строящееся здание детского спортзала и столовой. От трагедии детей спасло то, что строят так долго и так плохо, что здания не доживают до ввода в эксплуатацию, говорится в описании к распространенному ролику. Руководитель управления строительства Мурат Магзин прокомментировал данное происшествие. Данную пристройку начала строить строительная компания «Ерканатсервис». Договор был заключен в 2021 году. Так как данная компания неоднократно допускала отставание от графика производства работ и в ходе проверки объекта были установлены нарушения, даны предписания о проведении демонтажа каменной кладки несущих стен, потому что она не соответствует марке, указанной в смертной документации. Демонтаж уже проведен, на виде уже облицовочный кирпич, который неустойчив без основной кладки. Отмечено, что с подрядчиком расторгнут договор. В одностороннем порядке ведутся судебные разбирательства. Повторно объявлен конкурс на завершение строительства и выбран новый подрядчик. В управлении строительства также отметили, что эту стройку держат на контроле и регулярно будут проводить проверки качества выполнения работ. От себя отметим, что после произошедшего застройкой, как и за самим управлением, будут следить все. «Пристройка к школе на сумму более 300 миллионов тенге. По мониторингу мы установили то, что по нашему взгляду, что кирпичи буу были на первый взгляд. Направили письмо в антикоррупционную службу 1 октября 2022 года. По результатам чего антикоррупционная служба провела свою экспертизу независимую, а также направила письмо в департаменту внутреннего госаудита. По результатам экспертизы установлено, что действительно кирпичи не соответствуют проектно-сметной документации». Руководитель Республиканского общественного объединения Ададек Жолы по области уверен, что совместные действия предотвратили серьезные последствия, которые могли привести к человеческим жертвам, так как в школе-интернате работают и обучаются свыше 450 человек. «Теперь у меня возникает следующий вопрос, куда смотрели именно авторский надзор и технадзор при строительстве, а также сам заказчик». Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. За что мы отбываем наказание? Жители поселка Доленко остались без связи с внешним миром. Проблема была и раньше, но последнюю неделю и вовсе сотовые телефоны оказались вне зоны действия. В чем причина произошедшего? В сюжете Ирина Вобещевич. «Такое ощущение, что весь поселок Доленко находится в заключении, так как установленные глушилки на учреждениях глушат всю связь по поселку Доленко. Нету ни интернета, нет никакой мобильной связи, ни одного оператора». Александр Калиганов – представитель местного самоуправления поселка Доленко. Он от лица сотен возмущенных решил придать факт отсутствия связи огласке, так как самостоятельно на местном уровне решить вопрос не представляется возможным. «Люди не могут воспользоваться благами цивилизации и даже в экстренных случаях вызвать себе скорую помощь, ребенку врача на дом, пожарную охрану. Вообще в наше время очень многие работают по интернету. Обращаясь в Акимат нашего поселка, Акимам дал им было нам разъяснение, что отправлено письмо в Акуиз». Якобы новые глушители связи на исправительных учреждениях работают так, что покрывают поселок Доленко, а также Новодолинский, Жартас, РГП, Северо-Западные и прилегающие поселения. В частности, люди пишут, что в АК-159-7 руководство вдруг решило, что может распоряжаться их свободой. Якобы в поселке Доленко чуть не умерла пенсионерка, которая не могла вызвать себе скорую, имея в распоряжении только сотовый телефон. «Мы платим такие бешеные деньги за связь и не можем никуда ни дозвониться, ни написать, ни мобильной связи, ни интернета нету, ничего». «Дуиз» у нас, как всегда, где-то заглушили и надолго это все. Сейчас уротики прикроют и дальше начнут опять заглушить всех. А мы жители простые. Работают друзья, которые в зонах. Говорят, в зонах хорошая связь, а у нас... Глушители обещают перенастроить, но дело не движется. Акимат поселка направил письмо в КУИС МВД РК по вопросу принятия срочных мер для устранения блокирования подавителей связи за территорией подведомственных учреждений. Также направлены обращения в Межрегиональную инспекцию связи Комитета телекоммуникации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. «На основании пункта 1 ст. 15.1 Закона Республики Астана связи в целях обеспечения в охранных учреждениях Департамента уголовной эксплуатации системы по области применяются средства подавления сотовой связи. В настоящий момент представителями сотовых операторов инспекции связи совместно с сотрудниками учреждений проводится работа по устранению неполадок». С 1 июля работу ЗАГСов будет выполнять ЦОН. Теперь туда нужно будет идти, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, брак или смерть, сменить имя, фамилию или отчество. Также в проекте приказа Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предусмотрены новые расценки на эти услуги. Людмила Батюшкина выясняла подробности. Чтобы сменить имя, нужно будет заплатить государству больше 8,5 тысяч тенге, зарегистрировать брак больше 9,5. Раньше госпошлина на эту услугу была 1 МРП – 3450 тенге. Также, среди прочего, работы по государственной регистрации актов гражданского состояния или внесения изменений в свидетельство о рождении, смерти и другие, оцениваются в суммы 8-9 тысяч тенге. Это вызвало массовое возмущение в соцсетях. Потери бюджета, семейного, вот и все. Любые платежи – это все, конечно, личное. Можно было за собой связаться. Уровень жизни сейчас низкий. Многие безработные. Как им получать документы с свидетельства о рождении? Страшно подумать. Скажут платить, значит, будем платить. А куда деваться? Бюджеты все равно надо пополнять. Чтобы были пенсии у людей достойны, чтобы они не ходили с протянутой рукой. Я считаю, да, если мы работаем, мы должны платить. Дорого. Для нашего населения это дорого. Для молодежи это вообще. Общественники считают, что повышение расценок на госуслуги в первую очередь будут бить по малообеспеченным слоям населения. Увеличится число неучтенных детей, неучтенных умерших людей. Вырастет мошенничество на мертвых душах. Вовлечение в трудовую и сексуальную эксплуатацию. В итоге государство не выиграет на пополнение бюджета, а проиграет. К нам приходит население, которое не документировано. Людям за 50 лет, люди, которые работали на отгонах, люди, которые ни разу не документировались. Когда мы спрашиваем, почему, они говорят, мама не имела возможности получить свидетельство о рождении. Знаете, даже такие причины есть. А это риск чего? Попасть в жертву торговли людьми. Юристы и вовсе видят нарушение Конституции и прав человека. Вот даже вот этот приказ в том виде, в котором сейчас предлагают, он, честно, возмущает. Потому что это будет ущемление, ограничение естественных и конституционных прав граждан. Приказ, это получается по иерархии, он по юридической силе, он ниже, чем тот же самый у нас кодекс о браке супругской семьи. Если там, например, не говорится, тот же самый налоговый кодекс. Если там не устанавливаются такие расценки и обязанность вот что, то этот приказ, он будет просто противозаконный. В министерстве ответили, что это только проект. Он находится на обсуждении. Расценки рассчитаны в соответствии с правилами ценообразования. Их еще будут согласовывать с Министерством юстиции и антимонопольным органом. От этого будет зависеть фонд оплаты труда сотрудников, которые будут осуществлять данные функции, налоги, страхование и косвенные расходы. Это то есть расходы, которые связаны с обеспечением деятельности сотрудников, которые задействованы в этом процессе. Это обеспечение соответствующими, создание обеспечения канцелярскими товарами, создание услуг, коммунальные расходы в случае аренды помещения зданий. То есть все расходы, которые заложатся в косвенные, они будут предусмотрены в этом тарифе, плюс административные расходы. В НАУ правительство для граждан заверили, что те услуги, которые раньше были бесплатными, будут освобождены от оплаты и впредь. Регистрация рождения, смерти и выдача дубликатов, документов по запросам госорганов. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. Почему в Казахстане разрешили устанавливать группы инвалидностей заочно? Сколько людей с ограниченными возможностями воспользовались такой возможностью? И многие ли обжалуют результаты такой экспертизы? Разговор на эту тему сегодня в программе «Постскриптум». Гость Людмилы Батюшкиной, руководитель отдела медико-социальной экспертизы Департамента труда и социальной защиты по Карагандинской области Нина Илюшина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Крестный ход, литургия, возложение цветов. По случаю 25-летия со дня обретения мощей Севастьяна Карагандинского одного из последних оптинских старцев в Караганду прибыл митрополит Астанайский и казахстанский Александр. А также еще ряд высоких гостей. Подробней у Ирины Вовещевич. 2023 год ознаменован историческо и духовно значимыми датами 20-летием создания Православной Церкви Казахстана, 15-летием установления общецерковного празднования в честь всех новомучеников и исповедников казахстанских и 25-летием обретения мощей преподобного старца Севастьяна. В этой церкви в Михайловке, ныне Богородице, Рождественском монастыре жил и трудился праведный старец Севастьян. Отсюда сегодня состоялся крестный ход до нового Троицко-Севастьяновского собора. Сотни паломников съехались отовсюду на важное мероприятие. В самом соборе прошла божественная литургия. Он очутился в лагере здесь, в Карагане. И когда освободился, сказал, что он никуда не поедет. Здесь его вторая родина. Я остаюсь, и тысячи людей остались здесь. Отец Севастьян рассказывал, что его принуждали отречься от веры и поставили в одной рясе на всю ночь на мороз. Стражи каждые два часа менялись. Он молился, и ему было тепло. Утром на допросе заявили, коль ты не отрекся от Христа, так иди в тюрьму. Его приговорили к семилетнему заключению в Карлаге. После освобождения в 1939 году отец Севастьян сказал, что будет жить здесь. Здесь вторая родина. Скончался преподобный исповедник Севастьян 19 апреля 1966 года. Погребен он был на Михайловском кладбище. Прославлен в 1997 году как местно чтимый святой Алма-Атинской епархии. 22 октября 1997 года были обретены его святые мощи и перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде. От министра информации и общественного развития Республики Казахстан было зачитано поздравление. Деятельность православной церкви Казахстана стремлена на укрепление нравственных ценностей для бережной их передачи из поколения в поколение. Это наследие во все времена будет прочной основой для мирного неба и согласия. Приветственное слово также передал глава Карагандинской области Ермаганбет Буликпаев. Частью большого мероприятия стало освящение воскресной школы при Духовно-культурно-православном центре имени преподобного Севастьяна исповедника Карагандинского. Открытие фотовыставки, возложение цветов к памятнику преподобного Севастьяна на территории собора. Сегодня это великое торжество, радостное, Пасха, веселье сердца, и оно усугублено именно тем, что мы собрались воздать молитвенную славу этому подвижнику, который любил Родину, который любил Казахстан, который любил Караганду и всех призывал. Я никуда не уеду, я здесь остаюсь. И, наверное, очень актуально сегодня звучит этот призыв, и не только призыв, а завет старца, обращенный к нам. Он помогал и мусульманам, и другим людям, любой веры, кто бы ни приходил к нему, он с радостью принимал, с радостью утешал и помогал всем. Это очень большой пример для нас, чтобы мы жили в мире, в согласии, в любви, в уважении, в единстве. Завершилась часть мероприятий возложением цветов у городского памятника в сквере жертв политических репрессий с участием представителей органов власти. Ирина Вобещевич, Серег Тугаев, Наталья Заяц, Пятый канал. Накануне во всем мире отмечался Международный день памятников и исторических мест. Наш город можно по праву назвать колыбелью архитектурных сооружений, вместившей в себя более 30 различных монументов. О самых популярных и широко известных в нашем следующем сюжете. Караганда. Просторно в этом слове. В нем сень высоты, запах майских трав. В нем старое, вместилось рядом с новым. В нем рев машин из жар ползущих лав. А еще десятки исторических мест и монументов. При въезде в город мы знакомимся с первым из них. Довольно молодым памятником 2008 года, созданного в честь казахского поэта-импровизатора Бухаржирау Калкаманулы. Автор изобразил поэта, который держит левые руки дамбру, а вправо и четкий. Его фигура величава. Он как бы остановился в раздумьях о судьбах своего народа, который ежедневно проходит мимо него. Да, казахский деятель, мудрец. Би, по-моему, да? Что еще? Много сделал для казахского народа в просветительской деятельности. В честь древнего сказителя назвали проспект, который уходит далеко вперед, открывая прохожим плеяду архитектурных достопримечательностей. Первым в этот список можно по праву внести, пожалуй, самый величественный памятник горнятской Караганды 1974 года. Скульптура монумента «Шахтерская слава» весит 20 тонн. Фигуры горняков, отлитые в бронзе, металл, патинирован. В альбоме художники Караганды о монументе сказано, два шахтера, русский и казах, в сильном и энергичном движении подняли над головой пласт угля. В движении их фигур прослеживается гордость рабочего человека, его дерзновение. Вместе с тем, шахтерская слава – памятник дружбы народов СССР. В самом деле, к его созданию приложили руку представители многих национальностей, отливали монумент в Ленинграде, а камни для его постамента обрабатывали в Алмате. Автор творения – скульптор Анатолий Билык. Сегодня мимо скульптуры проходят десятки карагандинцев, и у каждого из них с ним связаны свои глубоко личные воспоминания. Это символизирует гордость нашего города, нашу историю, история нашего основания. Ну, как бы, этот памятник вообще символ, мне кажется, символ нашего города. Это в 75-м году его поставили. Мне вот говорили мне, Сташ, у меня родственники, мои родители, то, что его поставили в честь, потому что шахтерский город правильно живет. Он символизирует карагандинцев? Конечно, он сколько стоит. Я не родился, его поставили, скульптор, там сзади написано Билык. Проходя вперед, мы подходим к памятнику в честь летчика-штурмовика Нуркена Абдирова, который в 1942 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза за свой подвиг. Подбитый и горящий самолет в битве над Сталинградом он направил прямо в колонну вражеских танков. Общая высота монумента составляет 9 метров. Скульптура отлита из чугуна, постамент выполнен из мрамора. Фигура летчика-штурмовика усиливает динамик общей композиции, обогащает восприятие архитектурного ансамбля площади. Монумент работы скульпторов Билыка и Гумеля был создан на деньги, собранные комсомольцами Караганинского района и установлен напротив Дворца спорта в 1958 году. В школе, когда мы ходили, еще пионеркой я была, мы сюда приходили, цветы приносили. Я вот здесь занимался боевым самбо, вот здесь вот, у меня группа была 8-10 человек, мы вот сюда приходили, все фотографировались. Монумент Шахтерская слава, памятники поэту Бухаржирау и фронтовику Нуркену Абзирову, и это лишь часть огромного пласта исторических сооружений, которыми Караганда может по праву гордиться, а ее жители и гости города наслаждаться этими величественными красотами. В Караганде завершился республиканский турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Героя Советского Союза Казбека Нуржанова. В соревнованиях приняли участие более 200 юношей и девушек в возрасте 14-15 лет из североказахстанской, улутаусской областей и городов нашего региона. Подробнее о соревнованиях в материале моего коллеги Роберта Графа. Самое главное в беге это сосредоточенность и самоотдача. Уверен чемпион Казахстана и серебряный призер республиканских соревнований Илья Мельник. Первый день турнира юноша установил рекорд на дистанции 600 метров. Признается, что быть частью этих состязаний очень почетно. Я чувствую гордость, что я в них участвую, поставил рекорд. Я занимаюсь лёгкой атлетикой 8 лет. Я установил рекорд минута 30, 68 сотых. А дистанция какая? 600 метров. А сегодня? А сегодня я поставлю рекорд на... Ну, постараюсь поставить рекорд на 300 метров. Как готовился к соревнованиям? Ну, подготовка была тяжёлая, но я старался. Старался. И в эти дни старательность качества присущая всем легкоатлетам, будь то бег, прыжки в длину или метание ядра. Ведь это не просто турнир, а дань памяти герою Советского Союза Казбеку Нуржанову, разведчику, воевавшему в годы Великой Отечественной войны под Белоруссию. Именно он одним из первых ворвался в город Волковыск, увлекая за собой наступающую пехоту, где был смертельно ранен. С данных соревнований у нас начало берут, вообще берут начало с города Волковыск, Белоруссии. В 1946 году они проводят данное мероприятие, а мы в 2018 году уже проводим, как начинали с школьных соревнований, областных, сейчас в данный момент у нас республиканский турнир уже. То есть масштаб в данных соревнованиях растет. Я думаю, что это будет уже традиционное соревнование. Почетный гость турнира, племянник фронтовика Оралхан Нуржанов. Я благодарен вам за то, что организовали такое мероприятие. Герои никогда не умирают, в этом я убедился. Есть люди, сама жизнь которых нам дает единственно верный ответ. Среди них, безусловно, мой дядя, доказавший, как много может сделать человек для своей страны, для своей отчизны, для своего народа. Спортсмены, достигшие высших показателей, будут награждены денежными призами от Управления физической культуры Карагандинской области. Роберт Граф, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, Пятый канал. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что оставались с нами. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова